А вы хотели дешевые цены, так вот мы вам показываем дешевые цены. Торговые ряды на автомобилистах и павильон. Строй Уралопт, 49-50-й. В прошлом с вами в сюжете мы вам показывали самые дешевые цены на бетонные мешалки. Вот они, за моей спиной, прорабовские. И вы другого-то и не найдете, потому что дешевле, чем здесь, не получится. Конечно, вы можете построить дома каркасно-панельные, мы вам это дело показываем, да? И тогда получается все круто. Но вот, допустим, там необходимо вам скамеечку сделать или еще что-то там, или чуть-чуть приподнять, то есть лесенку сделать. Из чего будете делать? Будете месить все в ведрах? Нет, не получится. Берете спокойно дешевые прорабовские бетонные мешалки, и у вас все нормально получается. К слову о дешевизне. Почему так дешево? Да потому что я посмотрел, как люди живут. Живут нормально, без выдергов, мерседесы и лексусы. Походу, они не понимают ваш замечательный результат. Но это им не нужно. Они потихоньку строятся и просто живут, не напрягая вас. Вот и правило. Самые низкие цены. Мы говорим про самые дешевые цены. Так вот, есть самые дешевые цены и внутри. То есть гипсокартон. То, что вы можете себе построить все, что угодно. Гипсокартончиком обложили. И, по сути, вы можете перепланировать то, что вы хотели бы сделать. Это для тех, кто наконец-таки понимает, как все это сделать. Да, есть и другой магазин, Бригадир. Но там евро. Тоже дешево, кстати. Вот. А еще такая штука здесь есть, как USB. Также стоит достаточно дешево. Не достаточно дешево, а совершенно дешево. 475 рублей. Приходите и покупайте. Буду говорить про то, что здесь есть. Да замучаетесь. Чисто я сам лоханулся на мелочах. Думал, купил сверло за 80 рублей по металлу и шайбу. Оказалось, обломался. Здесь то же самое сверло 27. Шайба в несколько раз дешевле. И так повсюду. Куда эту штуку? Я тебе сейчас расскажу, куда эту штуку. Но прежде чем я сыну расскажу, куда мы эту штуку сделаем, я вам расскажу о том, как я лажаюсь. Я лажаюсь. Представляете, да? Вчера купил себе сверло по металлу. Заплатил за него 80 рублей. Сейчас начнется. У народа тоже хохма. Как я мог за сверло, которое здесь стоит 27 рублей, заплатить 80 рублей? А мне сказали, съезди туда. Что на моем лице? На моем лице то, что я себе бы сказал сейчас. Какой смысл мне было куда-то ехать, когда просто можно было сюда приехать. Какая разница, я вчера здесь так и был. И надо было позвонить. Ну да ладно, сегодня как я облажался. Сегодня купил то, что я вчера просверлил. Необходимы были шайбочки. Так вот, за эти шайбочки я сегодня отдал 15 рублей. Вы знаете, экономия находится тогда, когда начинаешь думать головой, понимаете? А если вы головой не думаете, то вы так и будете покупать сверло за 80 рублей. И не за полтора рубля, а за сумму большую. То есть, нормально, да, такие ценники были? Вот. Почему такие ценники возникают? Сейчас объясню. То есть, я общался с руководителем строя Уралопта. Посмотрел, как он живет. Так вот, он живет абсолютно спокойно. Главное не психовать. Главное не напрягать ваши кошельки, понимаете? Он просто работает и держит дешевые, самые дешевые, самые вкуснейшие цены. Ну и в оконцовке то, что вот эта штука. И в оконцовке мы понимаем, что эра бензиновых двигателей заканчивается. Все будет на электротяге. Так вот, вот такую штуку вам необходимо купить. И лучше здесь купить. Цена абсолютно небольшая. Вот, это к слову о том, где вы будете заряжать свой электромобиль. Дома заряжайте, в конце концов. Если не дома, то у кого-то. 45 метров. Остановились. Покушать, шашлычок, а машина заряжается. Красота. Я не буду говорить, что китайские электроавтомобили подешевели. Я не буду говорить, что их количество стало в десятки раз больше. Это тема другой передачи. В оконцовке расскажу, куда ехать то. Торговые ряды на автомобилистов. Вы это место знаете, кто не знает, поймет. Где самые дешевые цены для тех, кто не въезжает в евро? Да вот здесь. Павильон на углу проехать не получится. И в оконцовке то, что мы вам должны продемонстрировать. Это самые дешевые цены. Но на что теперь? Тележки. Тележки. Сынка разбегался, да? Ему так нравятся эти тележки. Потому что тележки здесь разные есть. Есть навороченные. А есть и вообще китаны. Но при этом цена самая дешевая в городе. То есть, если вы захотели себе купить тележку, а тележка вам просто необходима. Вы же в своем доме будете, правильно? И я также в своем доме. Так вот, иногда приходится что-то перенести. Но вы же опять не потащите все на себе. То есть, ни два ведра там, ни ведро. Не получается все добро. Тележку взяли, положили и перенесли. Лично я для себя взял вот такую большую, палисадовскую, крутую тележку с двумя колесиками.